У нас на ТЭЦе труба только сейчас влупила. Я думаю, что за грохот. Железобетонная дымовая труба в центре обезглавлена уже сутки. Конструкция преклонного возраста 59-го года постройки частично обрушается минувшим вечером. Жертву дается избежать, но обломки повреждают систему подачи тепла. Нагрузку с ТЭЦ-2 частично перебрасывают на резервные тепловые источники, на ТЭЦ-3, на районную водогрейную котельную. Из-за такого экстренного переформатирования потребители теряют в качестве предоставляемых услуг. На период переключения, безусловно, имеет место быть потеря качества, потому что за ночь мы переключили довольно большое количество потребителей на другие источники. В период переключений, безусловно, может быть потеря качества. Сейчас режим стабилизировался, и мы думаем, что потребители это почувствуют. 90 тысяч жителей города по-прежнему зависят от работы ТЭЦ-2. Это половина от общего числа потребителей. От нее запитаны тысячи многоквартирных частных домов, десятки детских садов, школ и больниц. Чтобы полностью восстановить работоспособность, ТЭЦ-2 потребуется до четырех суток, поясняет технический директор СГК. А вот дальнейшая эксплуатация раненой трубы под большим вопросом. Ремонт сейчас будет стоить размером с ее сносом. То есть, думаю, что в дальнейшем эта труба эксплуатироваться не будет. То есть, останется две трубы у ТЭЦ? С большой вероятностью, да. Мы сейчас перенесем котлы, которые работали на эту трубу, на другие трубы. Эту трубу, скорее всего, ликвидируем. Причины инцидента сейчас выясняются. В социальных сетях уже делают выводы, что якобы не хватило денег на своевременный ремонт. Руководство компании опровергает эту информацию. Это не те деньги, которые надо было бы как-то экономить. Ремонт дымовой трубы в рамках ремонтного фонда – это действительно небольшие деньги. В рамках 400 миллионов это составляет, если без покраски, то порядка 5-10 миллионов рублей. Это вот такие вот рамки. А между тем, аварии на ТЭЦ уже заинтересовалась прокуратура. Специалисты ведомства также проверят, обеспечены ли потребители должным теплом и горячим водоснабжением. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.